Ребята, вот такой ремонтик небольшой брат принес, автомобильный светильник такой. Белавто, Белоруссия. Ага, почти. В общем, типичный китайский светильник. Жека, если смотришь, смотри. Я думал, драйвер вышел из строя, на самом деле нет. Тут получается, последовательно два плеча подключены, то есть, когда перегорает один светодиод, лампа тухнет. Вот. Взял, ну, в общем, один я там спалил случайно, три оказалось убитых. Они не прозваниваются нормально, как я думал. Опять же, я не сталкивался с такими светодиодами. Прозваниваются только, когда берешь там на питание, выставляешь тестером, и хоть какое-то изменение происходит. То есть, на них надо небольшое напряжение подавать. В общем, ладно, суть не в этом. Взял, я их отпаял. Купил на базаре у девочки одной. Разнятся цены, конечно, дико. Это 5-ваттные 6-ти вольтовые светодиоды. У одних бары по 20 рублей штука, я нашел по 11. То есть, я купил там на 50 гривен, считают, этих светодиодов, 4 штучки. 6-ти вольтовых припаял. Что я сделал? Тут надо обеспечить хороший теплоотвод. То есть, я взял термоклей, намазал здесь и приклеил. Потому что там не очень хорошо тепло отводится, и скорее всего, поэтому они перегорают. Вот, сейчас поставил. Сейчас покажу, как это все работает. Подам 12 вольт. Ну, это хорошо, что драйвер не сгорел, потому что если драйвер сгорел, было плохо. Так как вот таких драйверов в наличии у нас в Запорожье нет. Так, сейчас подам напряжение. Упс. Так, ну, видим, да? Вот так вот работает все это ерунда. А стоит это чудо 300 с чем-то гривен. 350 почти. То есть, в принципе, не стоит оно, конечно, такого. 350 гривен, но это получается где-то больше 10 долларов. Продают такое говно, типа белорусское. Хотя к Беларуси, я так понимаю, никакого отношения не имеет. Вот такой вот ремонтец небольшой, ребята. Всем, кто смотрел, всем три всего доброго. Ставьте лайки, дизлайки и всего доброго.